А так он не должен стоять вот она новая вот она убитая старая здесь я менял эту резинку летом а вот это вот не меня нужно хотел отключать вот этот не прямо стоит пока привет уважаемые мои подписчики и случайный зритель этого канала снимая вот в данный момент на экшн камеру потому что не хочу работать телефоном нужно будет залезть под машину так но об этом немножко позже а сейчас небольшой ликбез в то что со мной произошло буквально недавно вчера так сейчас радио выключу забанят так что было ехал с работы в городе меня остановила полиция но дпс ники начали пробивать документы обнаружилось что этот автомобиль на котором я езжу уже в течение 8 лет вдруг оказался не зарегистрирован и что правильно они мне выписали страх за езду на незарегистрированном транспортном средстве 500 рублей я спрашиваю а почему а как так я говорю 8 лет плачу налоги 8 лет плачу штрафы дтп было недавно я тоже платил дтп они мне говорят а мы не знаем у нас вот база есть мы в базе видим что ваша машина не зарегистрирована идите в мрэу разбирайтесь почему нет по вам данным но в итоге начал узнавать начал смотреть по знакомым спрашивать да говорят такие случаи бывают представляете и бывает так что вот реально с я пошками сейчас начали как бы более глубоко копать о том какая машина куда как приехала в россию вплоть до того что ликвидирует получается регистрацию до аннулирует машины я надеюсь что у меня этого не будет у меня документы абсолютно чистые получается когда покупал машину восемь лет назад 2015 году в мае месяце чем мы там стоим то пороге в мае месяце у меня даже полицейский который рассматривал машину пробивал машину по своим базам смотрел не левая ли она не имеет ли какие-нибудь ограничения косяки как бы так я был очень удивлен когда мне действительно гибддшник показывает свою базу в которой реально красненьким написано машина не зарегистрирована хотя тут же мае месяце написано что у меня с мая месяца страховка имеется представляете но это бред я вообще не понимаю как это такое может быть в принципе в нашей стране нет конечно всякое может быть мало ли что да базу поменяли обновили еще что-нибудь птс и даже крайне и крайняя пометка у меня есть мазда написано правый руль 5 лет назад мне 8 лет назад мне эту пометку поставили когда перерегистрировал на себя машину номера оставил прежние в общем так да кое-кто мне посоветовал чтобы я взял выписку из налоговой что если 8 лет платил налоги на эту машину и пойду разбираться кое-кто сказал вообще не иди эту машину заберут и документы у меня отнимут там без документов идти иди и не оставляя их вообще в руки никому там не давай я в ужасе в ужасе вообще просто узнать страх просто берет что меня ждет и что мне об этом расскажет написал на сайт гибдд и оставил заявку на то что мы рассмотрели мое заявление почему вот такая лабуда получается и связи с чем но сейчас будет видео о том как я ищу неисправность в рулевом управлении у меня возникла проблема следующего характера когда я поворачиваю руль вправо влево дата на несколько оборотов получается при возвращении руля обратно у меня руль почему-то не доходит буквально там 10-20 градусов до нулевого положения если я влево поворачиваю чуть чуть больше стоит если вправо чуть чуть меньше в общем меня это очень сильно настораживает и хочется это все дело устранить вот будем устранять такие вот дела так сейчас я выберу участочек на котором буду стоять и ремонтироваться так все выходим на улицу и сейчас будем пробовать и смотреть все мои действия что я буду делать так ребят проблема в чем ты заложим машину показывать показываю в общем у меня вот эта резинка она вот здесь этого края видите вот 10 полностью отсутствует короче нужно делать так чтобы эта резинка стоя целая я уже купил сейчас каким-то образом нужно приподнять вот эту скобу чтобы приподнять нужно вот эти гайки открутить аккуратненько вот и саму рейку приподнять просто так я не приподниму видимо придется снимать там сам хомут вот сейчас будем это все делать по чуть-чуть помаленьку ну придется приснимать и сливать полностью жидкость гидроусилителя потому что здесь вот подушке все вот это вот порвано видите здесь целенькая хорошенько ну видно что она ходит да вот туда сюда туда сюда я конечно его отжал уже но все равно все равно все равно надо что то делать так ну все работаем так короче очень сложно это все дело поддается эти гайки никакие не откручиваются отсюда вот вот эти вот гайки это нужно снимать полностью рейку методом кантования видите поддел и снял эту и снял эту старую резинку теперь будем запихивать также методом кантования новую резинку жуть сложно очень сложно прям нужно аккуратненько нежно так сюда подлазить и что-либо делать так сейчас здесь немножко подлезем и будем аккуратненько одевать вот эту ну и открываем называется фибест 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 на улице тепло плюс восемь фибесту я доверяю вот она новая вот она убитая старая прям в тыло просто ужас разница да видите здесь кантика нет вот из-за этого кантика рейка ходила туда-сюда из-за его отсутствие теперь нужно вот эту резинку одеть на ее штатное место все пробуем как одену покажу ну все с помощью русского мата и такой-то матери у нас получилось за тендовать сюда эту резинку очень сложно хотел откручивать вот эти трубки сливать полностью жидкость гидроусилителя но знаете поддалась поддалась сейчас аккуратненько все это на место ставим закручиваем здесь немножко вымываем у меня там гидроусилитель течет на это мелочи и надеюсь что у меня руль теперь не будет уходить вправо и влево после того как возвращается в исходное потому как здесь действительно вот эти вот пол сантиметра играли роль здесь у нас все нормально здесь я менял эту резинку летом а вот это вот не меняла и на раздрочилась вообще по-конски просто по-конски здесь почему-то у меня потеки масла не понимаю почему надо разбираться здесь черт его знает может может поддон течет может плохо что сделали в общем сейчас почистим помоем разберемся готова закрутим все нормально почистил убрал хорошо чуть-чуть с косяком но нормально все равно это все же лучше что здесь и вообще не было собираемся обратно там течет опять сальник эта фигня здесь пыльных надо менять еще он весь и на произносился сколько четыре года ему 3 ну вместе с сальником буду менять скорее всего оба пыльника сразу поменяю но это будет все летом или то время когда прорвется ну вот она паразитка вот эта подушка рейки рулевой убитая с этой стороны полностью мало того что убитая она еще кажется тоньше немного обратите на нее внимание если вдруг будет лазить под машиной обязательно на нее посмотрите потому что у меня реально руль если вывернул влево в ноль он очень редко когда возвращался здесь вот видите да то что она ходила здесь туда-сюда ну видно потертости заметно проедем несколько километров и посмотрим насколько эффективно я сегодня поработал после рабочего дня в пятницу солнышко уже села вон там она у нас садится время восьмой час на все про все потратил полтора-два часа с перекурами все хорошо фильтр мой стоит антифриз сейчас посмотрим антифриз вон он зелененький посмотрите чистота и порядок единственное что немножко совсем чуть-чуть есть вот здесь такого белого налета ну так вот внутри все хорошо масло не вижу в антифризе машина греется хорошо нагревается хорошо городе уже уже тепло уже плюс 6 плюс 8 в городе неся она себя чувствует прекрасно вентиляторы вы включаются свое время на 95 градусов принципе я пока доволен тем что и как у меня ездит автомобиль недавно под сделал небольшую настройку турбокорректора как влад из твери посоветовал принципе я пока ну реально доволен тем что он сделал и как у меня бегает автомобиль так это все мусор машина ужасно грязная это мусор это я подводной охотой занимаюсь кто смотрел мои ролики это у меня здесь не масло здесь солярка у меня я когда езжу заправляться я если не хватает в эти канистры залила так ну что руки сейчас почистим не поедем прокатимся моя любимая стоянка пробуем выезжать из нее но руль скажем так не прямо стоит пока не знаю почему надо разберемся так может нужно делать вход развал может нет может все вернется на круги своя может так и будет криво стоять главное чтобы он туда-сюда не ходил вот видите как стоит криво а так он не должен стоять это сколько полторы две тысячи опять давать за развал схождения тут не шибко хочется все едем до дома если реально больше изменений будет руле значит так и оставляем и едем на на сход развал чтобы мне его сделали по-человечески люди бегают девочки в желтеньком я бы тоже побегал может быть завтра побегаем но завтра мне предстоит поход в гибдд а еще может кстати руль просто нужно взять так то она едет прямо возьмем приподнимем и на пару зубьев его просто перекинем вот и будет он стоять прямо такие дела вот такая хитрость машина то есть прямо на руль смотрит чуть-чуть влево все прорабатываем этот вопрос решаем что делать дальше поехали домой вечереет 19 часов хорошо замечательно ребятную по первому вопросу кто знает почему у меня так получилось именно с моими документами почему у меня машина оказалась незарегистрированной если знаете подскажите очень буду рад болея сколько здесь машин по вечеру все всем спасибо всем пока э, этими у у у о